здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами работаем далее над иконой ангела-хранителя и у нас сегодня такая сложная задача мы сегодня пишем облако облако тут конечно такое прям кудрявое прикудрявое такое интересное невероятное и я думаю что пока она у меня в такой конечно странной форме из-за того что он перекрывался несколько раз мы его сначала восстановим по силуэту потом пропишем притинки и начнем уже внутри описать вот эти красоты которые мы видим и я надеюсь что сегодня мы уже с облаком расквитаемся разберемся с ним и перейдем к написанию дальше что у нас по плану притинки по нашему по нашим крылышкам ну что ж давайте приступать всем приятного просмотра и так для начала мы с вами замешаем цвет который как по к цветописи будет это я замешаю черный немножко добавлю зелененького или синенького я синенького добавлю и зелененького наверное глуконита самые распространенные цвета вот и повторю до повторю вот здесь вот у меня я уже прям как будто бы ну скажем так опись ищу да вот прям ищу как она клубиться вот это вот вся все маленькие мои облака да то есть я как бы восстанавливаю рисунок потому что рисунок тут у меня сильно потерялся пока я разбиралась с рамочкой это у всех бывает не только людей которые только начинают и художники даже я уверена большого такого имени тоже могут что-то менять смывать то я прям вот ищу движение этого облака как она у меня здесь идет здесь вот я вижу что она чуть-чуть у меня будет больше и сразу так слегка кого-то мне это притинка корректирую здесь вот вот уже прям вот стараюсь это всех сил чтобы она была у меня не просто такой вот ватой да как бы бесформенный а чтобы она все-таки была была свою красоту какую-то да вот я смотрю на форму то есть эту форму тоже повторить так здесь вот тоже такой очень красивый завиточек сунда а идет и сунда и сунда и сунда и тут тоже самое красивый поворот вот куту заворот такой небольшой до и вот здесь ну вот как то так теперь что мы делаем мы внутри ищем внутри мы ищем тоже это движение и и мы его постараемся сделать наверное как-то очень общего потому что не получится у нас тут повторить прям один к одному хотя может быть кого кто-то захочет это сделать я не вижу в этом прям сильно большого смысла повторять все один к одному потому что это правда наверное не совсем правильно потому что тут у него рука шла как он хотел данному так сейчас наметим легонечко вот легонечко намечаем все и суда под плавляем вот этой цветописи на как бы темную красочку да под плавляем все тот же самый цвет черный зеленый у меня сегодня в черном это сажи газовая шунгит почему-то пропал из москвы я уже давно его не видела то есть вот под плавляем сюда и сюда под одеждами как раз корректируем какие-то не прокрасывая круг ножик аккуратно здесь вот то есть легко так вот пройтись паритиночка на гоничка притонировать все это дело и по силуэту по силуэту я тоже чуть-чуть притонировать чтобы у меня все-таки был как-то объем здесь создан то есть я чуть-чуть вывесит сюда тихонечко не очень сильно пройду чтобы кольки объем вот так далее мы замешиваем цвет пробила это будет охра охра и белила я думаю что это будет охра белила или охра и глуконит сейчас мы с вами посмотрим как будет получаться думаю что охра не глуконит чуть-чуть белил я добавила капельку надеюсь что не будет очень светло вот такой мне получился цвет это мы делаем и живописно достаточно живописно наша задача прям прописываем все вот эти вот кружочки на пусть мы и во первых это делаем стараемся попасть масштаб во вторых мы это делаем но прям вот круглим кисточку да вот наша кисточка она должна прям ходить как будто бы она вот танцует да то есть мы не пишем здесь наверное все очень прям так ровно выписывая да здесь художник тоже он скорее всего написал их по наитию на то есть он не сидел там и не выдумывал так сейчас я поворот здесь делаю я думаю что все таки это было сделано более живописно и нам тоже как-то можно немножечко такой живописности суда тоже нести то есть нам мы можем немного здесь вот какой-то красоты вот прописать вот так вот и дальше переходим на далее здесь тоже что у нас здесь у нас вот прям можно поближе даже к описи на где-то чтобы его письмала потоньше и сундала так чуть 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 и чтобы мягче был край там мы видим побольше так заплавлено мы капельку ведем туда наверх то что у нас был прям тонкий краешек и промасливаем проходим чуть-чуть размоем да это ему все просто чуть-чуть я размоя наверх до этот поворот так далее с другой стороны мы проходим сундул потом вот так вот сюда сундул здесь какой-то поворот такой круглый большой сюда подножкой пошли и сюда выходим и далее сюда и опять же суда чуть-чуть разводим как мы делаем чуть чуть тоньше этот цвет но вот такое у нас облачко получил сейчас она подсохнет у нас мы еще немножечко с ним поработаем и посмотрим как там у нас все получается и так дорогие друзья вот просохли наши наши пробила я сейчас жидко замешаю цвет и жидко пройдусь как бы обобщу их немножко до прозрачно сделаю потому что где-то они прям просели у меня и такой серый цвет получился как бы бесцветный я еще разочек их проект пройду по ним до более жидкой краской и повторю где-то они у меня прям станут более явными где-то менее но они будут еще более живописными да то есть мне это как раз как раз мне это и нужно и уже потом я буду выписывать их тонкой тонкой кисточку тонкой кисточку то есть я вот так прозрачно еще разочек все-все пройду чтобы сделать еще более нежный мягкий тон до переход такой нежный вот какой-то серый цвет у меня появился вот мне именно его хочется как-то немножко удалить внизу на целый цвет ну вот у Ну вот так, таким образом я оставлю, пускай сохнет и будет второй яркий пробел. Ну вот, теперь, когда у нас все уже просохло, мы переходим к второму пробелу. Берем, добавляем в этот же цвет винила, небольшое количество, получается вот такой цвет, да, и проходим еще разочек. Как проходим? Проходим вот так вот, тоже слегка пока, можно побольше добавить водички, немножко не хватает. Опять повторяем вот эту всю красоту, да, то есть она еще становится у нас светлее. То есть мы еще не делаем тот самый последний, прям самый последний пробел, который нам все здесь вот как-то вот еще больше сделает цветнее, краше, да. То есть мы создаем такую тоже небольшую фактуру и прям вот так вот чуть-чуть всюду еще клубим эти облака, да, вот чтобы они прям были живыми-приживыми. Здесь тоже мы идем сюда, 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 да, да, то есть мы еще высветляем разочек. Так, и здесь тоже уже потоньше, прям еще больше. Тонко, можем вот эти все тоже как-то вот живописные, их пока не сильно там как-то прям вдумываясь, да, и там очень красивые, но стараться надо, конечно. Вот, переписать их так все, какое-то у них там движение такое, сякое. Переписывать, конечно, стоит, то есть стараться, да, но там, опять же, прям вот кисточка, она идет прям вот по кругу все время, да, то есть она вот как-то выискивает вот эти все невероятные красоты. Так, 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 где-то сейчас, чтобы какой-то немножко нужно было посуше сделать. здесь тоже какой-то так, 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 снова пойдем так, 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 так так, тут поменьше какое-то движение такое и наверх сюда пойдем тут прям вообще красота невероятная там какое-то прям такое движение там все движения, завороты когда я смотрела, думала, что там все-таки два приема сделаны но мне сейчас уже кажется, что там все четыре четыре этапа в написании вот этих вот прямилов посмотрим так, вот такая у нас получилась теперь композиция где-то, может быть, уже можно подправить еще здесь, например, да, какие-то дать просто еще тем же самым цветом просто где-то с полохи какие-то еще уплотнить, то есть не все, чтобы было одинаково да, чтобы где-то, может быть, поплотнее пройтись прям взять и вот выборочно какие-то кружочки еще сделать поплотнее, поярче это мы можем сейчас сделать пока вот этим цветом, да, который у нас был а потом уже мы сделаем сейчас уже этот этап сделаем дальше с более светлым цветом то есть мы как бы имитируем такой как бы краска когда затекает, да, вот она должна как-то у нас интересно там затечь и вот мы тоже ее как бы еще более выявляем, да, вот эти вот капли сами здесь тоже я бы добавила чуть-чуть белил в этот цвет и вот так вот цена вот чуть-чуть вот где-то еще тоже смотрю выявляю прям то же самое только только чуть светлее так вот и вот вот чуть-чуть и так вот прям живопись не живопись не становится и пока здесь все это сохнет мы делаем притинку тот же самый цвет я сюда вот еще чуть-чуть подтянул притинки прям краю чтобы у меня эти облака еще сильнее смотрелись то то есть прям черный зеленый как у нас был я прямо от заливочка сюда еще чуть-чуть подтяну так контраст еще контраст не будет и все и третий пробел последний пробел от какой у нас будет 4 наверное уже до 4 такой ход мы пропишем самые яркие цвета где-то может быть потом мы пригласим наши вот эти облака ничего в этом тоже такого прям страшного нет что вот мы сейчас писали свет то все написали всегда колесер ночь можно да и вытянуть всегда можно вот этот объем чеку он у нас уже тихонечку вырисовывается все оставляем сушиться и продолжим и так ставим последние последние точечки яркими самыми винилами выписываем линию вот тоже не всюду прям можно даже побольше добавить винил тот же самый цвет это охра первоначально наш пробел с большим содержанием белье и вот тоненько-тоненько уже окончательно мы прописываем все вот эти вот ходы выходы такой линии еще более живой еще более тонкой да вот самый-самый тонкой самый-самый тонкая вот сюда вот так вот так вот с у нас у нас где это может быть какая-то прям красивый там занятие то есть не везде она должна быть одинаковая но как-то должна ходить здесь тоже как-то прям вот какими-то такими легкими полосочками но скорее всего скорее всего мы еще к этим линиям всем еще вернемся потому что нам важно чтобы лично у нас горела да они облака облака может и быть на втором плане да на первом плане нас конечно должна быть наша личное письмо наш личный письмо лик потому что это все как бы дополнение да вот эти все красоты это дополнение к тому чтобы лик был очень красивым так ну вот на этом пока все я вас благодарю за просмотр данного видео надеюсь у вас тоже облачко получилось и встретимся в наших следующих видео уроках посвященных искусству и конописания всего доброго до свидания м а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok